МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Степан Иванович Худяков и его жена Алина вернулись из Карловых Вар. Новый год они встретили в Чехословакии. Дома не были целую неделю. Ну что ты там ввозишься? Да сейчас. Худяков руководил отделом снабжения шахты имени Горького. Там и получил путевку на себя и жену. Дорогой, я в ванную. Мыть руки. Давай. Степан Иванович достал кошелек, вынул оттуда пять сотен рублей, которые остались после поездки, чтобы спрятать в хитро придуманный тайник. Твою ж. Лина, звони в милицию. Нас обыграли. Степана Худякова, не последнего человека на шахте имени Горького, ждал первый в новом году неприятный сюрприз. Из его квартиры исчезло 53 тысячи рублей. Они были спрятаны в двух тайниках. Три тысячи в кактусе и 50 тысяч в старом радиоприемнике. Тайники необычные, но такое впечатление, что вор знал, где искать. В этой истории было множество загадок. Самое главное, как вообще преступник попал в квартиру. Замок входной двери импортный. Ключей к нему подобрать не так просто. Следов взлома нет, форточки и балконы закрыты. Милицейское начальство города требовало немедленно найти вора. Приехали мы из Карловых Вар. Расследование дела поручили следователю Правдину. Серьезный, основательный, с комплексом отличника. За это Антона Сергеевича коллеги в шутку называли комсомольский Правдин. Эй, следок, ты меня слышишь? Да, конечно. Вы приехали, достали деньги. Перевернули кактус, нет трех тысяч. Кто поливал цветы, пока вас не было? Что? Какие цветы? Земля влажная, а вас неделю не было в городе. Кто поливал цветы? Так сестра моя поливала. Мы ей ключи оставляли, помнишь? А можно ее имя, отчество, фамилию, адрес, телефон есть? Да, конечно, записывайте. Лина, выйди, пожалуйста. Тут такое дело, здесь было больше трех тысяч. В смысле? Основные деньги лежали в приемнике. Здесь было 50 тысяч рублей. Сколько? 50 тысяч. Так а почему вы сразу не заявили? На следах ты совсем не сообразительный. Найдешь вора, получишь премию. Лично от меня, ты меня понял. Первым делом следователь решил найти потенциальных свидетелей. Ну что, давай опрашивать соседей, может, то, что видел, слышал. В квартире напротив жила слепая старушка. Проходите, пожалуйста. Спасибо, Александра Афанасьевна. Александра Афанасьевна Жильцова очень редко выходила из дома. Александра Афанасьевна, я к вам по какому вопросу? Он сообщил, что в квартире напротив была кража. Может быть, вы что-нибудь видели, слышали, что-нибудь необычное, подозрительное, из ряда вон выходящие? Всю неделю подряд приходил молодой мужчина. Мужчина? Худякова говорила, что она просила сестру поливать цветы. Молодой человек, я могу не доверять своему зрению, но слух у меня прекрасный. Нервный резкий шаг. Лет 30, не больше. Так ходят только молодые парни. Угу. Что-нибудь еще подозрительное происходило? Один раз три дня назад квартиру открывал не он. Угу. А кто? Следующая фраза еще больше запутала следователя. Привидение. Кто, простите? Привидение. Я слышала, как открывалась дверь и закрывалась. А шагов не было слышно. Будто он летал. Летал. Воспринимать Жильцову как ценного или, по крайней мере, адекватного свидетеля становилось все сложнее. Зря вы делаете такое лицо. Благодарю за помощь следствию. Я дверь сам закрою. До свидания. До свидания. Привидение, говорите. Спасибо. Привидение. До свидания. Правдин вернулся к потерпевшим. Первым делом он решил узнать, кто все-таки поливал цветы Худиковых. Мужчина или женщина? Ваша соседка утверждает, что цветы приходил поливать мужчина. Да, это был мужчина. Модельер. Альберт Засинский. Лина! Какая же ты дура. Видите ли, товарищ следователь, моя жена любит богемную жизнь. Крутятся вокруг всякие ненадежные люди. Сколько раз я тебе говорил, никакому Альберту клещей не давать. Таня, нужно было через весь город ехать. А у Альберта мотылье через дорогу. Ну, это же разумно. Как фамилия-то вашего Альберта? Засинский. Угу. Угу. Ну, тогда у меня к вам еще один вопрос. Вы можете мне объяснить, что это такое? Мы нашли это у вас в уборной. Не томи, ищешь, Правдин. Через два дня криминалист написал обстоятельный отчет. Двери квартиры Худяковых вор открыл родными ключами. Ну, или очень хорошим дубликатом. На вазоне и на старом приемнике, то есть на тайниках, обнаружили пальчики Альберта Засинского, модельера из ателье. Казалось бы, вот он, вор. От поспешных выводов следователя уберегла еще одна интересная находка. В квартире обнаружили следы талька. Этот белый рассыпчатый порошок используют в качестве детской присыпки. А еще тальком обрабатывали медицинские перчатки. Вполне возможно, вор работал в них. Нелогично, чтобы модельер сначала бездумно оставлял свои отпечатки на тайниках, а потом надел перчатки. Тем не менее, модельера Альберта Засинского задержали. Квартиру вашей знакомой ограбили. Вынесли 53 тысячи рублей. По всему дому ваши отпечатки. Я ничего не брал. А ключи? Может быть, ключи кому-нибудь давали? А, Засинский? Никому. Я носил их в кармане. Он очень надежный, глубокий и на застежке. Кстати, этот пиджак сшил я. Очень удобный. Ноский. И немаркий. Секунду. Запомните, потому что это очень важно. Да, правда. В этот момент следователю сообщили, что обокрали еще одну богатую квартиру. Почерк очень напоминает преступника в квартире Худяковых. Я понял. Понял. Да, пока. Нет, мы сейчас уезжаем. Давай. Гражданин Модельер. Да-да. А вы знаете некую Зинаиду Тарнавскую? Это жена футболиста. Я ей шел к Новому году плащ. Значит, и в доме бывали? Да. Такое совпадение. Обокрали квартиру Тарнавских, вынесли все деньги. Вы же не думаете, что... Я думаю, товарищ Модельер, что в ближайшие лет пять, а то и все семь, вы будете шить исключительно телогрейки в местах не столь отдаленных. Я сейчас иду к Тарнавским, а вы подумайте. Я вернусь, мы продолжим. Дежурный! Да, мам, квартиру обокрали. Здравствуйте. Молодой жительнице города Жданов Зине Туфикчи два года назад неслыханно повезло. Нет, мам, это не Леша. Это милиция. Сначала на нее обратил внимание лучший футболист шахтера, а потом она смогла женить его на себе. С тех пор она жила в полном достатке. Расскажешь папе, не будет тебе никаких сапожек. Гражданка Тарнавская, расскажите, что случилось? Мы ездили к моим родителям в гости, встречали Новый год. Леша вернулся позавчера раньше, а я вот сегодня. Что у вас пропало? Мы решили подарить деньги моему отцу на мотоцикл, но папа недолюбливал Лешу, поэтому от денег отказался. Когда я вернулась домой, я решила вернуть деньги в тайник. Ефим Карлыч, посмотри вазочку, есть там что. Да, не будем мешать. А сколько пропало? 12 265 рублей. Ого! Скажите, а где сейчас ваш муж? А это вопрос. Я звонила на БАДу, там сказали, что сборы начнутся только через неделю. Скотина. Итак, второй раз за неделю обокрали богатую квартиру. На сей раз жертвой вора стал кумир Донбасса, защитник Алексей Тарнавский. И опять, как в квартире Худякова, замок не взламывали, легко нашли тайник, повсюду следы талька. А самое главное, в квартире Тарнавского, как и в квартире Худякова, следователь обнаружил деревянный кулон. Вот они, одинаковые. Жена футболиста не знает, откуда у мужа появилась эта вещь. Следователь ломал голову. Что объединяет производственника Худякова и футболиста Тарнавского? Номинально они оба горняки, однако ни тот, ни другой под землю не спускаются и добывают свои деньги совершенно разными способами. Виновен ли модельер Засинский? А самое главное, куда исчез лучший футболист Донецка Алексей Тарнавский? Оперативники опросили всех, кто мог видеть вора или рассказать что-то о пропавшем футболисте. Здравствуйте, оперуполномоченный Гундарев. Да, я вас слушаю. Можно вам пару вопросов задать? Конечно. Скажите, пожалуйста, а к вам не захаживал такой Алексей Тарнавский, футболист? Да, конечно. Он как раз вчера у меня покупал еженедельник футбол-хоккей. Я специально для него последний экземпляр оставила. Еженедельник футбол-хоккей – самое популярное и дефицитное спортивное издание Союза. Первый выпуск Нового года обычно раскупали еще до появления в киоске. В этом номере писали о футбольных звездах Европы и публиковали список 33 лучших советских футболистов. Есть такая байка. Владимир Мунтян, которого признали лучшим футболистом СССР, купил еженедельник и, увидев себя на первой полосе, на радостях заплатил киоскерши за номер 100 рублей. Тетя Клава, здравствуйте. Ой, Лешенька, здравствуй. Скажите, вы придержали для меня то, что я просил? Ну, а как же. Замечательно. Для тебя последний экземпляр оставила. Спасибо, спасибо, тетя Клава. Так, а это вам? Не, я сладкое не люблю. Я вас услышал. Спасибо. Тарнавский очень надеялся попасть в список 33 лучших футболистов Союза, но своей фамилии в таблице он не нашел. Хотя бы одна собака проголосовала, а? Тетя Клава, что за несправедливость, скажите, а? Вот посмотрите, Федя Черенков и тот на первом месте. А у меня даже в списке нет, а? Спасибо, тетя Клава, всего доброго. Киас Керша рассказала, что Тарнавский тут же выбросил ценный номер и пошел в сторону своего подъезда. Да, а там его девушка ждала. В пальто, в белом длинном пальто. В белом пальто, говорите? В белом, да. Ну, наверное, приезжая. Угу. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Хорошая новость. Скорее всего, футболист Тарнавский жив. Плохая новость для его жены. В последний раз его видели в обществе какой-то девушки в белом пальто. Возможно, она замешана в краже 12 тысяч рублей. А может, просто на время увела чужого мужа. Тот решил ухаживать красиво и прихватил с собой из треника деньги. Это фото медсестры Анфисы Лупашка. Жена Тарнавского рассказывала, что у Алексея долгое время были с ней отношения. Правда, в белом пальто вряд ли бы ходила. В Донецке в угольном крае на прилавках магазинов годами залеживалась любая белая одежда. Кому охота покупать то, что стирать придется каждый день? В Донецке обокрали две квартиры. Из одной унесли 53 тысячи рублей, из второй исчезли 12 тысяч. И хозяин квартиры – футболист Алексей Тарнавский. Обе кражи загадочные. Вор с легкостью находил самые изощренные тайники. Действовал аккуратно. Единственный след, который он оставлял – тальк. Порошок, который используют для медицинских перчаток. Продавщица газет накануне видела Тарнавского в компании девушки в белом пальто. Милиция едет к бывшей любовнице Тарнавского, медсестре Анфисе Лупашко, чтобы выяснить, была она в доме футболиста или нет. Так, сейчас укусит комарик. Оперативник Гундарев навестил давнюю подругу футболиста. Оперуполномоченный Гундарев, пару вопросов. Я вас не смущаю. Анфиса Лупашко только заступила на сутки. Где вы были позавчера? Дома, я не понимаю вопрос. Задам вопрос максимально понятно. Позавчера вы были у Алексея Тарнавского? Тарнавского, Лехи? Футболиста, что ли? Вы замолчите или нет? Мы с Алексеем не виделись уже больше года. Отношения не поддерживаем. Анфиса, телефон. Дед Мороз какой-то. Кто? Дед Мороз какой-то. Вы извините, я просто брату на Новый год Деда Мороза в клубе медиков заказала, а тот напился и не пришел. Уже третий день ждем замены. Кому рассказать не поверят. Оперативник воспользовался отсутствием Лупашко и проверил верхнюю одежду на вешалке. Белого пальто не оказалось. Было зеленое. И судя по аромату духов, принадлежало оно медсестре. Оперативник Гундарев не привык возвращаться в отделение с пустыми руками. Сегодня ему поручили узнать, носит ли медсестра Лупашка белое пальто. Эту задачу он выполнит, даже если для этого придется надеть красный халат. Кто там? Дед Мороз. Ой, Дед Мороз. Здравствуйте, я вас жду, жду. Проходите. Коленька ничего не знает. Коленька, а посмотри, кто к нам пришел. Борода и красный нос. Вот я, Дедушка Мороз. Ура, Дедушка Мороз. Ну, а ты, значит... Коля. О, а что это за девочка такая? Так это же сестра моя, Анфиска. А-а-а. А нет ли у твоей сестры, Коля, такого же белого пальтишка, как у моей внучки Снегурочки? Да нет. У нее только зеленые. Ну, рассказывай, Сишок, Коля. Если кончится мороз... Гундарев не просто так прихватил фото Анфисы Лупашка. Бедный станет делать. Ха, о как. Оперативник решил показать карточку продавщицы газет. Возможно, женщина узнает на фото спутницу пропавшего футболиста Тарнавского. Здравствуйте еще раз. А скажите, пожалуйста, вот эта девушка не могла быть спутницей Алексея Тарнавского? Она. Точно она. От Шельма. Да, но у нее нет белого пальто. Она ходила в зеленом. Товарищ милиционер, у меня зрение хорошее. Я не жалуюсь. Я вот в этих очках очень хорошо все вижу. Ага. Все видите. А ну, подождите. Что вы задумали? Да что вы делаете? Спасибо. До свидания. Почему Гундарев просунул голову в киоск «Союз Печати»? Он захотел посмотреть на мир глазами продавщицы газет. И вот что он увидел. Оказывается, боковые стекла киоска были зелеными. А если смотреть на зеленые объекты через зеленое стекло, эти объекты становятся белыми. Оптический обман. Вот почему продавщица сказала, что спутница Тарнавского была в белом пальто. Теперь милиция могла совсем по-другому разговаривать с медсестрой Лупашко. Следователь Правдин пригласил подругу футболиста в отделение. Он предъявил медсестре свидетельство продавщицы из газетного киоска. Я не собираюсь заниматься вашим моральным обликом. Лучше скажите мне, как вы украли из квартиры Тарнавского 12 тысяч рублей? И где сейчас сам Тарнавский? Но я ничего не крала. Да я даже домой к нему в квартиру отказала заходить. Мы встретились у подъезда и сразу поехали за город. Леша снимает дом под Донецком. Мы там все время были. Да он и сейчас там. Адрес? Донецкая область. Поселок. Футболист Тарнавский нашелся. Жив-здоров, отдыхал за городом. Он подтвердил, что медсестра в квартиру не заходила, но и сам футболист денег из тайника не брал. То есть их украли. Но кто? Следователи спросили у Тарнавского, что это за кулон. Напомню, такой же кулон нашли и в первой обворованной квартире. Но как и в случае с Худяковым, реакция на вопрос была агрессивной. Не ваше дело, ответил футболист. Что было у следствия на этот момент? Из двух квартир одинаковым способом вынесли крупные суммы денег. Есть один подозреваемый, модельер Засинский. Он поливал цветы в первой квартире и шил одежду для хозяйки второй квартиры. Этими неутешительными результатами следственная группа делилась с начальником отделения милиции. На меня давят со всех сторон. А я не мальчик. Вы можете прижать как следует этого модельера? Сделаем. Это что еще такое? Мы докладывали, Сергей Сергеевич, это кулоны. Их нашли в обоих квартирах, они идентичны. Кулон? Кулон ты своей бабе на Новый год дарить пьешь. Так, Правдин остался. Остальные вышли. Бегом. Это не кулон, Правдин. Это оберег. Его дает на удачу знахарь один. Какой знахарь? Который лечит от... Ну, короче, лечит. Ты только не распространяйся. По мужским вопросам. Лечит с гарантией. Люди себе даже любовниц позаводили. Зовут его Авдий Фисюк. Знаешь, кто к нему на прием ходит? Кто? Авдий. Адрес дадите? Сергей Сергеевич. Ладно, записывай. Октябрьская, 30. Второй этаж. Восьмидесятые. Время расцвета деятельности народных целителей, знахарей и экстрасенсов в Советском Союзе. Первооткрывателем стала медик из Тбилиси Джуна Давидашвили. Она была вхожа в дома высоких партийных чинов, популярных артистов и спортсменов. Вы все время держите руки так. Вы будете чувствовать покалывание. Есть покалывание? Есть. В народе ходили слухи, что среди пациентов Джуны режиссеры Тарковский и Феллини, художник Глазунов и даже сам генсек Брежнев. Запрос на нетрадиционную медицину в обществе небывалый, но попасть на прием к Джуне невозможно. Поэтому в каждом городе Союза появляется своя Джуна. Следователь никому не рассказал о знахаре. Ехать пришлось самому. Таинственный целитель принимал высокопоставленных пациентов в старой коммунальной квартире. Добрый день. Здравствуйте. Не забудьте вытереть ноги. А вы кто? Юзефович, Павел Борисович Юзефович, зубной техник. Живу вон в той комнате. Там у нас раньше детская была. А вы, простите, кто будете? Следователь Правдин, мне нужно поговорить с гражданином Фисюком. Говорите. Вы Авдей Фисюк? Не Авдей, а Авдей. Это мой сын. Он знал, что вы придете. Он ждет вас. Только вы побыстрее, товарищ следователь. У него пациенты скоро. Пожалуйста. Ты? Вы Авдей? Я? Знахарь. Понятно. А, скажите, Худяков и Тарнавский, ваши клиенты, пациенты? Не мои. Его. Скажите, пожалуйста, вот эти амулеты, это же вы делаете. Что они обозначают? Их делаю не я, а мой отец. Я их только заряжаю. Что, простите? Заряжаете? А чем? Они же деревянные. А, энергетик. Товарищ следователь, извините, пожалуйста. Пора. А, да, конечно, я уже ухожу. Спасибо, Авдей, вы очень помогли следствию. До свидания. Сергей Сергеевич, а что вы тут делаете? Сдаю все железо. С ним не пускают. У Авдия сильное биополе. К нему с железом нельзя. А меня? Почему пропустили? Вы просто милиционер. А Сергей Сергеевич пациент. Его лечат, а с вами просто разговаривают. А вещи вы тут оставите? Да я за вещи не переживаю. Тимофей Геннадьевич присмотрит. Спасибо. Спасибо. Через два дня в деле донецкого вора-невидимки наступил поворотный момент. Поздним вечером начальник отделения милиции возвращался с охоты. Жил он один. Полковник достал из кармана ключ и пытался всунуть его в замочную скважину. Да что за... Никак не получалось. Что-то мешало. Затем милиционер дернул за ручку, и дверь открылась. Вот это номер. В квартире полковника как будто бы все было на месте. Это ж надо как оборзели. Начальника милиции ограбить. Единственное, что пропало, деньги. Квартиру начальника отделения милиции обокрали на выходных, когда он уехал на охоту. Жена от полковника ушла год назад, взрослые дети жили отдельно. На книгах криминалисты нашли следы талика. А вот свежих следов обуви не обнаружили. Все очень напоминало почерк вора из квартир Худякова и Тарнавского. С одним лишь но. В дверном замке полковника нашли обломок ключа. Поэтому милиционер не смог вставить туда свой ключ. Первичная экспертиза показала, что ключ вылит из олова. Отпечатков пальцем на нем нет. Все те же следы талька. Следователь настоял на тщательном изучении обломка. Фрагмент отправили в Москву, в лабораторию цветных сплавов. А в это время следователь Правдин уговорил начальника милиции задержать отца знахаря и как следует с ним поговорить. Тимофей Фисюк. Да. Вы задержаны по подозрению в краже. Какой краже? В отделении разберемся. Руки. Я буду жаловаться Сергея Сергеевича. Жалуйтесь. Можете даже лично. Пройдемте. В гараже отца знахаря милиции подвернулись интересные находки. Металлообрабатывающий станок, инструменты и целая катушка припоя, сплава для паяния. Попался. При помощи этого арсенала Фисюк мог за 20 минут сделать дубликат любого ключа. В Донецке обокрали три квартиры. Вор с легкостью открывал двери ключом и находил самые изощренные тайники. Все потерпевшие пациенты юного знахаря. Перед тем, как зайти на прием, они оставляли все железные вещи в коридоре. Во время сеанса за вещами следил отец знахаря. Милиция арестовывает его. В гараже мужчины находят все необходимое, чтобы вылить дубликат ключей. Следователь уверен, что вор найден. Для него остается всего один незакрытый вопрос. Отец знахаря действовал в одиночку или в сговоре с сыном? Гражданин знахарь, вы знали, что ваш отец сделал дубликаты ключей и обокрал три квартиры? Нет, за отцом такого греха. Не крал он ничего, я вижу. А может, ты видишь, где украденные деньги? Они где-то рядом, но отец не брал их. Их взял человек, связанный с солдатами. Так, Ванга, не вешай лапшу на уши. Через пять дней пришел ответ из лаборатории научно-исследовательского института цветных сплавов. Огромный документ на 15 страницах. Коротко по сути. Это обломок ключа, который застрял в двери полковника. А это припой, которым пользовался отец знахаря в гараже. Составы у них разные. Не мог знахаря отец вылить этот ключ. Эксперт, который проводил анализ, предполагает, что дубликат ключа вылили из расплавленного оловянного солдатика. В Советском Союзе наборы оловянных солдатиков выпускали десятки различных предприятий, многомиллионными тиражами. Это были любимые игрушки мальчиков, подростков и даже серьезных мужчин. Искать вора по простому оловянному солдатику – дело неблагодарное. Но следователю повезло. Преступник изготовил ключ из раритетного солдатика. Сплав дубликата уникален. Он на 95% состоит из олова и только на 5 – из свинца. Это так называемая нюрбернская проба. В 19 веке такой металл использовали немецкие мануфактуры для изготовления оловянных солдатиков. Следователь Правдин решил найти людей, у которых на руках могли быть такие антикварные оловянные солдатики 19 века. Отыщут хозяина редких игрушек, найдут и вора, который выливал из этого редкого сплава дубликаты ключей. Мальчики, здесь руками трогать ничего нельзя, это не женщина. Познаем красоту глазами. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Эдуард Васильевич Пескун специализировался на скупке оловянных солдатиков Нюрнбергской пробы. Он убеждал, что скупил их у всего Донбасса. И что, Барши, ни у кого нет? Ну что вы, есть один, который не продал, дурак. В гробу солдатиками не наиграешься, это я вам говорю. Он что, умер? Кто? Ну тот, который вам не захотел продать. Да ну что вы такое говорите? Он жив-здоров, но не скажу, что регулярно. Пескун рассказал, что в детстве дружил с одним мальчиком Пашей. Отец мальчика очень любил оловянных солдатиков. Он дарил их сыну на день рождения. Пескун все детство хотел иметь таких же солдатиков, но жил без отца. Таких подарков мать себе позволить не могла. А можно с тобой солдатиками поиграться? А давай я их спрячу, а ты их найдешь. Я вырос и начал скупать, а Пашка дурак своей не продал. Ммм, Пашка, Пашка. А как фамилия этого Павла и где он проживает? Пашка Юзефович. Он проживает в коммуналке на Октябрьской. А в какой именно коммуналке на Октябрьской? Не забудьте вытереть ноги. А вы кто? Юзефович, Павел Борисович Юзефович, зубной техник. Мне кажется, я встречал человека с таким именем в коммуналке знахаря. Эта коммуналка его родителей. Туда подселили четыре семьи и меня с мамой. Вот тогда Пашка и начал прятать солдатиков. Когда вы его посадите, не забудьте продать его солдатиков мне. Позвоните, пожалуйста. Угу. Обязательно. Буду очень благодарен. Обыск в квартире Юзефовича длился пятый час. Ничего найти не удалось. Ни единой зацепки, которая бы говорила о причастности Юзефовича к дерзким кражам. Не старайтесь. Не старайтесь, товарищ следователь. Мне еще все это убирать. А ну-ка, встаньте, Юзефович. Живо. Чего? Встаньте. Следователь решил опробовать метод, о котором им рассказывали на курсах. Он взял Юзефовича за руку, нащупал пульс и стал водить по квартире. Обычно, когда преступник приближался к тайнику или месту преступления, его пульс учащался. Но тут все было ровно. Никаких реакций. Холодно-горячо играем, товарищ следователь. Судя по пульсу, холодно везде. Может, хватит? Ничего вы не найдете. Меня папа еще в пять лет научил вещи прятать от этих вот соседей. А вот это вы зря сказали, Юзефович. Вундарев, я сейчас буду. Шукайте. Правдин вышел в коридор, направился к телефону и набрал номер начальника отделения милиции. Вообще-то, пользоваться аппаратом в доме подозреваемого – дурной тон. Но сейчас было не до протокола. Сергей Сергеевич, добрый день. Правдин хотел получить санкцию на очень непопулярную меру. Нет, обойдется без последствий. Через 20 минут следователь вернулся. И не один. Павел Борисович, у нас гости. Жук, что ты мнешься? Заходи давай. Когда Правдин понял, что в квартире они ничего не найдут, решил привлечь квартирного вора с опытом. Родион Жуков, или просто Жук, прославился тем, что чистил квартиры за пять минут. Он мог сразу понять, где тайник и что прячут хозяева. Руки помою. Давай. Юзефович прятал украденные деньги в трубе под раковиной. Находка помогла открыть главный секрет донецкого вора-невидимки. Оказалось, работал он в медицинских перчатках и бахилах. Да, Сергей Сергеевич, дает показания. Угу, сразу к вам. Хорошо. Ну, рассказывайте, Юзефович, как, когда, зачем, когда мысль в голову пришла, куда деньги девали? Как на духу гражданин начальник, свою первую кражу спланировал, когда увидел Худякова. До того, как стать большой шишкой, Худяков жил в одной из комнат коммуналки. Они не виделись 20 лет. Юзефович послал отца знахаря за водкой, а сам принес заранее приготовленную гипсовую массу и сделал слепок ключа Худякова. Потом расплавил несколько оловянных солдатиков и все это дело слил в формочку. Как вы узнали, что хозяев не будет дома? Так Худяков и ваш начальник сами рассказали. А про футболиста в газетке прочитал, в интервью. Говорит, мол, Новый год поедем к родителям жены встречать. К тёщи на блины. Юзефович собирался эмигрировать. У него на руках было приглашение от израильских родственников. Вот-вот он должен был получить визу. Последние годы жизни Юзефович хотел прожить как человек. В отдельной квартире, как когда-то до 35-го года. Драгоценности он не брал, так как их потом нужно было сбывать. Как ему удавалось не оставлять следов? Очень просто. Медицинские перчатки и бахилы. Юзефович вернул 12 тысяч футболисту, 5 тысяч начальнику милиции и 3 тысячи угольному боссу. Куда он спрятал 50 тысяч из второго тайника Худякова, непонятно. Известно лишь, что отсидел Юзефович 4 года, а когда вышел, расселил соседей по другим квартирам. В доме своих родителей он прожил до 2001 года, вплоть до самой смерти.